Библейский портал экзегет.ру представляет Со стремлением все время поступать по-своему А это уже некое единое такое войско Которое выступает в поход И это было отчасти ответом на вопрос Зачем им 40 лет было бродить по пустыне Если там гораздо меньше времени занимает дорога А во-вторых, это приближение к ответу на вопрос А почему же все-таки Господь поручил израильтянам Завоевать Хананда еще и так жестоко Ну что ж, наверное, вот здесь у нас возникает вопрос А как же эти народы, которые в этой стране живут Вот неужели их совсем не жалко? Ведь там неповинные женщины, дети Вторая глава Исчетимый Иисус Навин тайно послал двоих на разведку Опять-таки обратим внимание, что это все-таки война То есть это не то, что они пришли маршем И ждут, что им Господь все даст А они вполне активно действуют Для начала боевых действий первое условие Надо разведать обстановку Идите, сказала она, мы разузнаете про эту страну И про город Иерихон Они отправились в Иерихон Пришли в дом проститутки по имени Рааф И там заночевали А почему они такой дом выбрали? Ну, у этого есть очень практичное объяснение Вот двое незнакомых мужчин заходят в город В какой дом они, скорее всего, пойдут? Ну, конечно, в дом женщины, которая за плату принимает мужчин Потому что туда, в принципе, кто угодно ходит Царю Иерихону донесли Этой ночью сюда пришли несколько израильтян Чтобы разузнать про нашу страну Царь послал к Рааф своих людей с приказом Он тоже прекрасно понимал, где их искать Выдай нам тех, кто к тебе пришел Это лазутчики, они пришли в нашу страну на разведку Но Рааф спрятала обоих лазутчиков А людям царя ответила Да, какие-то мужчины побывали у меня Я не знаю, откуда они Когда стемнело и настало время закрывать городские ворота Они ушли Куда они пошли, я не знаю Но поспешите, может быть, вы их догоните На самом деле она отвела лазутчиков на крышу И спрятала под сложенными там стеблями льна Крыша была плоская Там сушили все что угодно В данном случае лен Люди царя пустились в погоню по дороге Которую ведет к Ордану И дошли до самого брода После того, как они вышли из города Ворота закрыли Город обнесен стеной Ворота единственный способ туда проникнуть Ну и, казалось бы, единственный способ Оттуда убраться Восвоясь Подождем А кроме того Слушайте, Рааф предательница Родина Разве нет? Она изменила своей стране? К ней пришли враждебные лазутчики Она их укрыла Более того, она солгала царю Что за это полагается? Ну, по-моему, ничего Кроме смертной казни В древнем мире не было предусмотрено И почему она так себя ведет? Понравились они ей, что ли? Не успели лазутчики улечься спать Как Рааф поднялась к ним на крышу И сказала Сейчас она объяснит Я знаю, что Господь отдал вам нашу страну Мы все в страхе перед вами Всех жителей страны ухватил ужас Мы слышали, что когда вы шли из Египта Господь превратил перед вами море Сув в сушу Имеется в виду По-русски обычно используется слово Червное море Церковно-славянское В общем, море, через которое они переходили Мы слышали, что вы сделали С двумя марийскими царями из Иордании С Сихоном и Огом Это описано в Пятикнижии Как они завоевали их Как вы уничтожили их, предав заклятию Не только их, но и их народы Мы слышали это И сердца наши замерли от страха Ни у кого нет смелости противостоять вам Ведь Господь ваш Бог Это Бог, влавствующий над небесами Вверху и над землей внизу Поклянитесь мне Господом Что как я сделала вам добро Так и вы отплатите моему роду добром Дайте мне надежный знак Что вы сохраните жизнь моему отцу и матери Моим братьям, сестрам и всем их семьям Что вы избавите всех нас от смерти Лазутчики отвечали Мы ручаемся своей жизни за вашу жизнь Если вы никому про нас не расскажете То когда Господь отдаст нам эту землю Мы отплатим вам добром за добро Оказывается, есть вещи выше Верности своему народу Своей земле, своей стране Своему царю Верность Господу Ну какая верность? Раав не была никогда его Она просто услышала о том, что он настоящий Бог Причем услышала она об этом Ну, в основном по катастрофам Да, потому как Израильтяне перешли через море Потому как они разгромили двух царей И уничтожили их народы Ну и, соответственно, она понимает Этот Бог настоящий Вместо того, чтобы бегать по городу и кричать Все коровы же Ляжем костями за нашу Родину Давайте разобьем израильтяна Она понимает Я лучше буду с настоящим Богом Чем с родным народом Но при этом она говорит Конечно же, я хочу сохранить свою семью Весь народ я сохранить не могу Кто послушает проститутку Которая ходит по улицам и вопит что-то Вообще никто Но ее родная семья Которая, кстати, не делала никакого выбора Она, тем не менее, ей уже заранее включена В договор Господь заключил с израильтянами договор Рав заключил договор с израильтянами Она вошла в израильский народ Между прочим, потом в Евангелии От Матфея будет сказано Что она предок по плоти Иисуса Христа Она не просто вошла в израильский народ Она стала его неотъемлемой частью Значит, у них был выбор Значит, весь Ерихон мог так поступить Но не захотел Вот отсюда все Так что, смотрите Когда происходят акты геноцида Можно привести любой пример геноцида 20 века К сожалению, и в 21 век эта гадость переползает То приходят и убивают всех Не спрашивая Хочешь ты быть среди нас? Не хочешь? Все Не та национальность Не та вот какая-то группа людей Вас всех надо уничтожить И уничтожают Уже тогда это не так Уже тогда остаешься ты на стороне живущих Или ты умираешь Зависит от твоего личного принятия Бога как Господа Или Господа как Бога В общем, едино Божия Совсем другая история И тогда Рафа могла им спуститься из окна по веревке Ее дом был частью городской стены Так что стена служила ей жилищем Но сегодня трудно представить Мы не живем Там Кремль обнесен у нас в Москве стенами Но в Кремле не живут таким образом А представьте себе, что Кремлевская стена Она территория же ограничена И вот к ней лепятся домики И собственно городская стена Это часть ее стены Она там чего-то еще себе пристроила Или кто-то ей пристроил А в городской стене она проделала окошко Чтоб свет поступал И поэтому можно через это окошко Спустить людей на веревке Об этом конечно никто не думает И вот она их выпустила Идите в горы, сказала она им Чтобы не встретиться с людьми Которые отправились вас искать Прячьтесь там три дня Пока они не вернутся домой А после идите своей дорогой Лазучки так, сказали Раф Вот как мы выполним клятву Которую дали тебе Им же еще нужно обеспечить это Потому что завоюют Иерихон, кто там будет разбираться Когда мы придем в эту страну Ты должна привязать вот этот алый шнурок К окну, через который ты нам помогла спуститься Собери у себя отца, мать, братьев Весь свой род Если кто-то из них выйдет из твоего дома на улицу Он сам повинен в своей смерти Мы невиновны Но если тронут того, кто будет у себя дома Вина на нас Смотрите, они берут на себя полную ответственность То есть если кто-то убьет кого-то из твоих родных То да, мы должны будем быть за это казнены А если ты хоть кому-нибудь расскажешь про нас То мы больше не связаны этой клятвой Она ответила Пусть будет, как вы сказали Вот они заключили свой частный договор Оказывается, можно войти в израильский народ И это первое, что мы узнаем про Хананеев из этой книги Раф простилась с лазутчиками Они ушли Она привязала к окну алый шнурок Ну, как знак того, что они спустились по веревке Лазутчики отправились в горы И спрятались там три дня Пока их преследователи не вернулись домой Обыскав всю дорогу и никого не найдя После этого оба лазутчика пошли обратно Они спустились с гор, перешли реку Ну, то есть Ордан обратно Представ перед Иисусом новином Рассказали ему все, что с ними случилось Господь отдал нам всю эту страну Сказали они Иисусу Ее жители охвачены ужасом перед нами Вот смотрите Наверное, они должны были рассказать Где какие укрепления Где там слабые места в обороне Наверное, они тоже об этом, обо всем рассказали Но не это главное Вот нравственное, моральное состояние войска Или народа То, что определяет победу Ну, а как будет завоеван Иерихон Об этом мы, конечно, потом прочитаем Продолжение следует... Продолжение следует...